Не представляется презентация по транспорту реальной химиоэмболизации без барселонской классификации. Я не буду останавливаться на промежуточной стадии, но лишь обращу внимание на продвинутую стадию, в которой в классификации в последнем издании 2018 года указано, что портальная инвазия и экстропечёночное распространение является показанием к назначению пациентов только системной химиотерапии, и при этом никакие другие опции, данные для пациентов, не могут быть выделены. Однако ряд авторов из Китая, проанализировав все существующие основные на сегодняшний день, на сегодняшний день, по лечению гепатитулярного рака, говорит нам о том, что транспорту реальной химиоэмболизации может применяться у пациентов с ранней стадии гепатитулярного рака. И Александр об этом сказал, если нет синтетических заболеваний у пациентов. Ну и также мы видим смещение транспортериальной химиоэмболизации у пациентов в сторону ИСИ, когда данная методика может применяться как альтернатива только лекарственному лечению. Говоря о ещё одной классификации 2012 года, в баллонде с авторами также саму промежуточную стадию классификации гепатитулярного рака подразделил, на 4 подгруппы в зависимости от национального состояния печени, определенных премианских критерий, по статусу пациента. И предложил, скажем так, необходимые опции по рекомендациям, пред которыми должны применить пациенты в данной группе больных, но и также альтернативные методы к применению. И вот он как раз-таки в 2014-2012 году выделил группу КВАЗИСИ, которая является по своей сути пред далеко зашедшей стадии гепатитулярного рака. И вы видите, что он выделяет такой критерий, как тромбоз портальной вены, сегментарные и субсегментарные ветви. И в этой группе пациентов автор высказывается о том, что есть возможное применение транспорт реальной химиомбализации и радиомбализации, о которой я уже рассказал уже пару лет. Интересно представляется также алгоритм лечения пациентов гепатитулярного рака Битмонской ассоциации, когда авторы достаточно тоже подробно и обширно описали те группы пациентов, которые возможны в выполнении транспорт реальной химиомбализации. Здесь эта группа классическая, когда имеется больше трёх узлов. И авторы вводят такое понятие, как нутриартериальная химия инфузия. Алексей Александрович про неё сегодня также рассказал. Но эта же классификация примечательна тем, что здесь авторы говорят, что пациентам с тромбозом как раз-таки ВК1 и ВК2 может применяться методика транспорт реальной химиомбализации лечения данной группы пациентов. Хотя если мы посмотрим на бассейнонские классификации, это является теперь исключением. Также в этой классификации впервые появляется термин ТС рефлектор Тюмерс, когда мы можем сказать, когда надо осуществить переход и когда закончить химиомбализацию и перейти к следующей опции лечения данной группы пациентов. И вот авторы говорят о том, что если у пациентки имеется два и более проследовательных неэффективных ответов, после выполнения трансаптериальной химиомбализации сохраняется больше половины жизнеспособная опухолевая ткань, даже если вы меняли химию препарат, выполняли повторную транспортную артерию, либо вы вообще видите прогрессирование после выполнения трансаптериальной химиомбализации авторы, и при этом ещё и пациент был маркёрный, маркёрный, он его растёт, пациенты говорят о том, что в каком случае, скорее всего, стоит отказаться от трансаптериальной химиомбализации и перейти к другим опциям лечения, которые на сегодня доступны. Потом Павлович показывал уже классификацию, она примечательна тем, что в отличие от барсилонской классификации, в опции трансаптериальной химиомбализации также отмечена в пациентах с ранней и очень ранней стадией заболевания. Классически она является основным видом лечения пациентов с промежуточной стадией заболевания, но вы видите, как расширяется путь системной химиотерапии, которая потихонечку начинает отвоёвывать позиции промежуточной стадии гепатоксулярного рака, и опять же в этой классификации в далеко зашедших формах нет упоминания о локальных методиках, ну что, собственно, опять же настораживает нас и доставляет тщательно подходить к выбору пациентов. Российские рекомендации, что говорят они? В российских рекомендациях достаточно чётко написано, что ТАХЭП применяется в качестве первой линии пациентам с палеотимным лечением пациентов с гепатоксулярным раком при невеликабельном и неправильном процессе без признаков инвазии тромбозом и вискальных печёночных сосудов. И важен ещё один момент без непечёночных проявлений заболевания. То есть согласно рекомендации, они должны от этих пациентов отказаться и в принципе никакое лечебное вмешательство в виде трансартериальной химиобилизации им не проводить. И опять же вот есть такое упоминание, что не рекомендуется проведение трансартериальной химиобилизации пациентам при тромбозе и вискальных лекаре и ствола воротной вены. Ну, в акции всего изучают QC для пациентов. Достаточно широко и обширно, в отличие от других классификаций в отечественных рекомендациях, расписаны противопоказания. Трансартериальная химиобилизация вроде бы с критерием отключения мы уже разобрались, но опять же фигурирует такой пункт, как декомпенсирование суров печени, однако если поражение носит локальный характер, есть работа, когда применяют методику трансартериальной химиобилизации и говорят о том, что эти трансартериальные химиобилизации поэтапно позволяют изучить результат общей выживаемости данной группы пациентов. Опять же, здесь речь идет только о локальном суперселективном воздействии, мини-галориносегментарном и колевой эмболизации, только суперлокальном воздействии. Поражение более 70% объема печени, как нам показал Актер Павлович, может быть применено или ги-методики на сегодняшний день. Тромбоз ствола воротной вену, я уже на сегодня нем сделал акцент на том, что тромбоз сегментарных, субсегментарных петлей, в принципе, не является противопоказанием прогноза выживаемости этих пациентов от условного невыполнения трансартериальной химиобилизации, а самим тромбозом. И сегодня достаточно большое количество работ и обзоров, которые показывают, что да, даже при наличии субсегментарного тромбоза, ТС позволяет увеличить результаты объемной выживаемости. Наличие артериальной химиобилизации является противопоказанием, но в том случае, если вы не можете первым этапом выполнить химиобилизацию. Если вы удается закрыть кисту и выполнить спокойно в ближайшем области трансартериальной химиобилизации, пожалуйста, вы можете этим заниматься. Относительные противопоказания размера опухоли более 10 см тоже являются так относительными, потому что существует много статей по поводу балки ГЦР, когда имеются большие опухолевые узлы, но выполнение АТАФЕ ассоциируется с увеличением результатов отдаленной выживаемости этих пациентов. Ну и те общие проявления, которые в реальном случае от рекордного расширения лент пищевода, желудка, мы точно так же аналогично делаем нашими коллегами, отправляем пациентов на диагностику и лидирование, и после уже в светлом промежутке занимаемся безопасным дополнением трансартериальной химиобилизации. Что касается технических моментов, деперационная подготовка пациентов начинается еще в палате. Мы с пациентов, у нас в центре госпитализируем в среднем на 3-5 дней, то есть у нас идет день госпитализации, когда мы пациентов проводим подробные опросы, анализы на предмет тех предрасполагающих факторов в виде предшествующих резекций, инвазии в желчные протоки, когда мы имеем риск инфицирования желчных протоков и возникновения уже постамбализационных всевозможных инфекционных осложнений. Поэтому всем пациентам, которым планируется выполнение трансартериальной химиобилизации, должна выполняться антибиотика-профилактика, ну и в случаях, если у пациента имеется клиника инфекционно-воспалительного процесса, в обязательном порядке должна выполняться антибиотика-терапия достаточно серьезными препаратами, которые мы должны получить в полном объеме. И, безусловно, важным аспектом выполнения процедуры является макгезия. Если мы говорим о пациентах, у которых имеется достаточно уже выраженная цирротическая трансформация, то эта группа пациентов, как правило, спокойнее и проще переносит трансартериальную химиобилизацию без такого выраженного болевого, нежели те, у кого возникает гипотезиарный рак дымовый. По поводу видов трансартериальной химиобилизации, я сам сегодня уже сказал, достаточно большое количество на сегодняшний день препаратов и носителей, которые дают возможность на выполненный тейс, причем масло достаточно активно применяется и в сегодняшний день в странах Японии, несмотря на их производителей, более чем половины, 80% куча химиобилизация выполняется с помощью масляного агента, даже суперселективная химиобилизация, давая возможность максимально глубоко проникнуть самому масляному препарату и самому химическому агенту. Можно выполнять трансартериальную химиобилизацию как насыщаемыми, так и ненасыщаемыми микросклерами. Ну и в ряде случаев возможна комбинация. Такая этапная комбинация, одна этапная всегда применяется и два разных носителя, эффициент отходит в нескольких процедур. Список достаточно большой, я не буду в нем устанавливаться, компаний достаточно много, которые это производят. Но вот говоря, я сам тоже уже упомянул сегодня, что на самом деле те обзоры, которые уже сегодня существуют по тем препаратам, которые применяются в достоверных различиях применения того или иного препарата, так и не получено. Здесь есть вопросы к этому исследованию, но скорее всего они обусловлены самим техническим выполнением трансартериальной химиобилизации, стандартами в конечной точке, обработанным количеством зон и так далее, и так далее, которые сегодня строга нигде не регламентированы. Создано большое количество классификаций по применению данной методики, но вот таких методических строгих рекомендаций на сегодняшний день дополнительно не существует. Мы в экологическом центре используем алгоритмы приведённых на экране и используем как артериальную химиобилизацию, так и артериальную масляную химиобилизацию, радиобилизацию. У нас в центре не применяется, но вот мы сейчас активно сотрудничаем и учимся у наших коллег из Обнинска, поэтому мы надеемся, что в втором времени эта методика тоже будет у нас в арсенале. И, в принципе, каждый пациент проходит у нас индивидуальный контроль, то есть мы имеем возможность как выполнять однократную трассу артериальную химиобилизацию при наличии небольшого узла с сильным источником кровоснабжения, расположенный где-то на периферии, либо же выполнять поэтапную трассу артериальную химиобилизацию, если узел достаточно большой, имеется несколько источников кровоснабжения, и мы уже достаточно большое количество препаратов за одну процедуру. Возможно, поэтапная, подолевая, кондинированная трасса артериальной химиобилизации. Что касается дозировки химиопрепаратов, то вот в работе уже упомянутого сегодня автора в рамках миланских критерий он рекомендует вводить один флакон насыщаемых нитро-сустиц загрузкой от 75 до 100 мг бутсорибицина для одной процедуры. Если пациент находится вне миланских критериях и имеется массивный узел, тогда возможно применение уже двух флаконов насыщаемых нитро-сустиц загрузкой суммарно до 150 мг бутсорибицина для одной процедуры. Это пример одноэтапного выполнения трасса пляжной химиобилизации. Пациенту с пациентом с ударным раком в исходе хронического вирусного гепатита вы видите идеальный вариант, когда существует одна питающая артерия, которую можно закоптизировать с помощью этого инструмента, который сегодня существует, и выполнить достаточно жесткую химиобилизацию, вызвав при этом патальный вопрос данного пляжного узла. Варианты бывают, когда за одну процедуру мы обрабатываем, как здесь представлено, правый флаконус данного узла, за вторую процедуру с локом через 3-6 месяцев обрабатываем вторую зону и антиграфически достигаем и такого результата, когда по данным контрольного исследования мы видим отсутствие полной химиобилизации узла. Что касается дополнительных металлических аспектов, какие сферы выбрать, все-таки рекомендуется, и вот в многих протоколах, которые сегодня существуют зарубежно по применению трансартериальной химиобилизации, размер никаких частиц составляет все-таки до 500 веков. Время насыщения тоже разное, индивидуально у каждого производителя от 30 до 60 минут, причем многие производители на сегодня изготавливают сферы с возможностью хранения в разбавленном виде, что очень удобно для ускорения работы генгеноперационный разъел препарат, выполнен диагностическую антиграфию, определился с каким-то препаратом будешь работать, если этот препарат не подходит, ты можешь его оставить на другого пациента, либо украть кардин, и взять на следующий день. Мы уже говорили о том, что наличие портальной химиобилизации при невозможности ее мебилизации является противопоказанием. Важно определить возможность селективной и суперселективной катетализации для выполнения более качественной мебилизации и, конечно же, на всем этапе введения, это не должно быть огульное введение смеси шприца, это должно быть подконтрольное введение под флюороскопии каждого твоего движения, чтобы сбежать рефлюксовыми препаратами. Что касается рефлюкса, сложных отхождений, нестандартных артерий, вот вопрос, который взял Игорь Горбич, существует множество на сегодняшний день инструмента в виде предформированных катетеров с различными углами отхождения, управляемых катетеров, которые можно крутить, как вам хотелось, все сделано антирефлюксных катетеров и микробаллонов, что делает максимально комфортной и максимально эффективной трансартериальную химиобилизацию и, в принципе, наличие этого арсенала возможно выполнить процедуру практически в любой ситуации. Важным является момент, который я заглавил тоже вначале, это наличие экстрапюченочного распространения, что надо считать экстрапюченочным распространением. Вот российские рекомендации, в них также описано, что экстрапюченочным распространением является вовлечение любого органа, кроме желчного пузыря, при гептоксулярной карциноле. Сразу хочу сказать, что если имеется сыптоксулярное расположение опухоли, то мы достаточно часто видим паразитарное кровоснабжение вот этого опухолевого узла, которое обеспечено следующими причинами, узлы больше 6 сантиметров. И вот если узел выходит на капсулу, то в 17% случаев вы будете видеть это паразитарное кровоснабжение. Причем список вот этого паразитарного кровоснабжения, он достаточно большой. Сразу говорю, что при локализации узла в этой группе с капсулой печени, если она располагается на диафрагмальном поверхности, то тут самым частым источником является нижняя диафрагмальная артерия, и она встречается в целом в ходорке этих пациентов до 23%, поэтому о ней надо помнить. И вот к какой группе относить этих пациентов? Экстрапюченочное распространение или нет? Такими пациентами надо работать. В принципе, авторы говорят, где на что и какие ключевые точки надо обратить внимание при расположении узла в тех сегментах, которые вы видите представлены на экране, где они начинают от диафрагмальной артерии, внутренних грудных артерий, сальников, почечных и так далее. И вот, позвольте продемонстрировать просто клинический пример пациента, у которого было выполнено два сеанса трансартериальной химинобилизации, для демонстрации вот этих как раз таки паразитарных людей, пациента, у которого была выполнена трансартериальная химинобилизация по поводу как раз таки диафрагмального рака при межуточной стадии, видите, ангибиографически был достигнут очень хорошей прогноза по стабилизации данной опыли. Однако через два года выявлен такой массивный инцидив, но все-таки было принято решение о выполнении мебилизации, увидеть, что основными питающими источниками диафрагмальной артерии и грудная артерия, и на сегодня мы имеем возможность за счет катетеров как раз таки выполнить две эти локализации. Вот вопрос как раз таки звучал по поводу стенозов чревного ствола, тоже в принципе инструмент сегодня позволяет нам использовать и проходить через различные аркады и контролатеральные источники, при этом мы имеем возможность селективно-селективно закарактеризировать интересующие имя зоны, и после этого выполнить такую же классическую имболизацию, не отменяя при этом процедуру. Что такое такая конечная точка, когда мы должны закончить сам процесс имболизации? Как и будет имболизация, это 2-5 плюсовые волны со стазом кровотока в целевом сосуде, ну а тут надо ориентироваться на производителя сфер, потому что не все сферы, если вы там видите из операционной на 5 минут, вернетесь и увидите, что кровоток частично восстанавливается и редуцируется, поэтому тут надо поработать, немножко прикоснуться и тогда вы для себя поймете, когда надо заканчивать. Если вы не добились стаза после введения одного флакона, возможно использование еще одного дополнительного флакона, если у вас флакон этого нет, то его заканчивать. Правильно? Повторная имболизация через 4-8 недель. Ну а опять же, видите, его также вводится в умеренном на попление имболизатора опухолевого желания, причем коллеги из Японии, они прямо стараются пропитать максимальный опухолевый вузик чуть ли не до системы воротной вены. Поэтому все эти параметры тоже являются субъективными и не применяются в мостопремене оператора. Сразу хочу сказать, что для оценки применяется эндрецист критерий, и вы видите, что если вам удается после первого курса добиться полного ответа, то выживаемость этих пациентов кратно выше, чем выживаемость тех пациентов, у кого вы вообще не достигаете ответа либо атлетистично, либо вообще отличается отрицательной динамики. Поэтому вот эту точку перехода от трансартериальной химиоэмболизации к применению других опций лечения надо определить для себя и мультискорбинарно подходить к каждому пациенту. Возвращаясь опять-таки вот к этому слайду, хочу сказать, что если вы видите, что трансартериальная химиоэмболизация не работает, не надо дискредитировать методику, дайте возможность поработать коллективу авторов и применить другие лечебные опции. Таким образом, хотел сразу сказать, что вообще гетоксулярный рак – это тема мультискорбинарная, здесь должна принимать участие целая команда специалистов, все более технологии развиваются сегодня достаточно большими темпами, но при всем при этом трансартериальная химиоэмболизация не теряет своей важности и в структуре занимает достаточно четкие позиции для лечения пациентов с гетоксулярным раком. Остаются вопросы по поводу методических алгоритмов проведения поэтапного процедуры, нет такой настольной книги, где ты можешь посмотреть, как будет и как действовать в каждой сложущейся конкретной ситуации. И опять же, я всегда ставлю вопрос, что делать с субтоксулярным, экстрарганным ростом при наличии паразитарных источников. Каких-то, опять же, гайдов не существует к этому поводу, поэтому все остается на усмотрение самого врача. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok